Всем привет дорогие друзья, с вами Серега и сегодня мы играем с Дарьем К10 ВР-102, а можно просто назвать дробовик Даша и забить хер. В общем, сегодня мы поговорим о новой карте Ангар версии 2.0 и соответственно об этом крутом дробовике Заварбакса на время. Сразу хочется отметить, что многие сейчас думают, что начнется череда таких пушек Заварбакс, которые будут подражать Айс Валу. Ну как Айс Валу, то есть будут нереально охереть какие нагибные. В принципе, если разобрать этот дробовик по его нагибу, то можно решить, что с него убивается просто шикарно, нереально как шикарно, хер пойми каким-то образом, именно вот притык от бедра. В прицеле я на самом деле не особо часто стрелял, но мне кажется прицеле тоже нормально бы валило. В общем, прикол в том, что этот дробовик валит хорошо только от бедра, то есть если вы собираетесь кого-то убить на дальнем расстоянии, то хер того будет. Еще он, кстати, неплохо так выглядит, такой стальной, как АПС, например, сталь или какое-то стальное оружие. Вот это прикольно-прикольно выглядит. Вот он зажимной, покупается на день за 5000 варбаксов, на месяц за 25. То есть, ну в принципе, неплохая такая сумма, как и обычная сумма на все варбаксовые оружки на время. Как думаете, вот пофиксят его или нет? В принципе, он сейчас отличный дробовик. У нас есть Ютас, который, в принципе, так же апнули. Ему подняли что-то дальность, что-то еще подняли. Сейчас он стал нереально охереть, как ваншотить. Хотя он и так, в принципе, неплохо ваншотил. У него была хорошая скорострельность, хорошая емкость магазина. Но зачем-то опять ему подняли стат. Ну, непонятно, зачем, конечно. Может быть, опять медики хотят переапать. Например, для этого ангара. На самом деле, хрен с ним, хрен с ним. Потому что мы сегодня обсуждаем наш дробовик Великий Даша. Вот. Ну, что сказать, ребята. Отличный дробовик. Хотя бы на месяц советую вам купить его поиграть. Но! Его могут пофиксить. Он ни хера выйдет не таким. Потому что я вчера вроде играл. Он намного круче был. Мне кажется, вот какой-то сейчас почнул вот вышел. Там что ли? 29 мегабайтов. И что-то с ним, мне кажется, сделал. Вот со стрейфом точно сделали. Сейчас стрейф стал вроде бы либо как раньше, либо, ну, чуть похуже. А вот именно дробовик, я не знаю. Вчера как-то он похлеще выносил. Хотя, может быть, я, ну, просто не приигрался. Или мне повезло. Но, как видите, вот я даже на более чем средний, даже не средний. Но это тоже близкая дистанция. Но он еле выносит. А вот когда впритык подходишь, он чуть ли даже не ваншует. Можно минус 3 делать и все остальное. Естественно, его зажим, это, ну, нереальный гиб. Потому что зажим. Один с патронов. Быстрая перезарядка. Все как надо, друзья. Естественно, я его куплю. Поиграю с ним. Хоть я медиком не часто играю, но возьму его на месяц. Буду на стримах брать на паблике. Вот у нас сегодня стрим был. Точнее, уже для вас вчера. Я играл именно с ним. Большая часть стрима и с Эмкой. Но сначала мы сделаем обзор на Дашку. А потом, естественно, на Эмку. В общем, Дашка, ребят, мне понравилась. Нормально играется. Качественный дробовик. Но еще расскажу. Если его не фиксанут, а оставят именно таким, каким он есть сейчас. Если его фиксанут, это уже нужно будет делать переобзор и новое мнение. Потому что, да не, не должны на самом деле его фиксануть, если они хотят сделать такие имбовые оружия, как всякие валы. Потому что они беретку тоже подняли. Хотя беретка на инженера, она ни хера не имбовая. Ну, не знаю. Для меня как-то я с ней играл. Что-то она как-то, ну, не особо, не особо. Ну, если считать, имею в виду СС-валом или вот этим дробовиком, она не такая, прям жутко нагибная. Но зато нам подняли ЮТАС и еще КУБУ. КУБУ, она раньше вообще ботов ваншотит. Ну, КУБУ, она для ПВЕ просто шикарная. Она ваншотит ботов. Ну, возможно, там всякие не ваншоты. Иногда, иногда, очень редко, всякие милсушники, все-таки. Вот, а так-то и была отличная снайперская винтовка. Но что-то ее подняли. Походу, станет она, ребят, еще лучше. Что по поводу нового ангара? На самом деле, я немножко не понял. Мне многие говорили, что, типа, этот ангар придет на замену старому. А почему тогда на ПТСке есть обычный ангар, а этот ангар называется версия 2.0? Вот это я немного не понял. Может быть, они оставят и этот ангар, и тот. Потому что мне, как бы, тот побольше нравится ангар. Хоть этот такой светленький и все такое, но как-то к тому привычнее. Хотя, этот тоже ангар, ребят, неплохой. И, естественно, мы играем на ПТСке. Значит, тут все лагает, зависает, фризит. Урон не особо круто проходит. Ну, потому что ПТСка, они никогда особо сильно не заботятся. В этом, наверное, и проблема. Ну, ладно, хрен с ним. То есть, если они реально собрались убрать обычный ангар и добавить вместо него вот этот ангар, это будет пипец, как по-идиотически. Потому что, ну, доставьте вы два ангара. В чем проблема? Несколько карс, что ли, держать? Это красивый ангар, но старый ангар тоже классный. Ребят, напишите в комментариях, за какой вам ангар. Какой вам ангар больше нравится? Напишите, либо старый, либо новый. А прочитаю, посмотрим, сколько нас, какие любят ангары. Да и вообще, кто олдфаги. Ну, кто новый будет приходить в игру, естественно, и вообще насрать будет, какой ангар. В принципе, это даже побольше будет нравиться. Туда всякие графика прикольная. Стеночки такие ровненькие, то есть графика хорошая. Текстурочки, полигончики, бля, да? Вот. Так что новичкам будет это нравиться. Ну, олдфагам, которые играют на ангаре старом, естественно, им будет отец играть на старой карте ангар. Хотя, может быть, я ошибаюсь. Я сам никогда особо ангар не любил, поэтому так, друзья, оно бывает. Но вообще, мне серьезно интересно, как они собрались сделать. То есть, они уберут все же первый ангар или нет? Но на ПТС-ке... Не, мне кажется, они на ПТС-ке бы убрали это. Потому что... Зачем им два ангара именно на ПТС-ке оставлять? Мне кажется, они убрали, поэтому мое мнение, что останется два ангара. Ну, или потом как-нибудь в процессе уберут ангар. Потому что, ей, ты говно карта. Ну, они, так скажут, говно карта. Графика говно. У нас есть ангар 02. Сделаем ему ангар 01. И все будет отлично. Ай, вообще, ПТС-ка в целом мне понравилась. Я уже говорил, но только на то, что поводили всяких катаров. И она, как всегда, лаганая, лагает. Ну, не как всегда. Иногда не особо сильно лагает. Вот чуваки с М-ками играют. Отлично. Катар, кстати, я не заметил, что пофиксили. Золотой катар почему-то еще не ввели. Золотую М-ку тоже. Вообще, в этом году почему-то не ввели новогодний ангар. Почему нельзя было? Прикинь, сейчас бы два ангара новых. Этот ангар и еще и новогодний ангар. Ну, новички, которые пришли в эту игру. Я думаю, за целый вот этот Новый год дофига людей пришли новых в игру. И хотели бы они погонять ангарчик Новый год. Да, ребята, раньше у нас был ангар Новый год. А сейчас ввели нефтебазу Новый год. Они знают, чем им трудно было ввести нефтебазу Новый год и ангар Новый год. На самом деле, я не в курсе. Я бы, был бы я каким-то там крутым, ну, ой, крутым, главным этим всяким. Ну, не продюсером, а кто у них эти карты добавляет. Хрен их знает, короче. Вот, я обязательно бы добавил вообще дофига зимних карт. Не только, даже две. Я бы сделал, чтобы на самых популярных картах можно было включить такую функцию, типа Нового года. Ну, или вообще смены погоды. Ну, или хотя бы, например, один ангар. И можно выбрать ангар, например, такой, какой-нибудь зимний еще, какой-нибудь заводненный, заводненный. Потопленный ангар. В общем, много всего можно придумать, но почему-то не хотят этого делать. Очень круто было поиграть, например, на дождливом ангаре, да, чтобы дождь вот херачил. Ну, на новогодний также ангар, ну, и на популярные карты, чтобы погодные условия менялись. Это было бы, друзья, очень круто. Вообще-то, дробовик Даша, вот это он довольно симпатично выглядит, приятный глаз. А то некоторые дробовики, ну, не будут говорить, как некоторые, но поводили. Они просто, ну, не симпатичные. А в первую, ну, не в первую очередь, но в какую-то там очередь нам приятно визуально смотреть на оружие, чтобы оно, ну, было хотя бы симпатичное. Оно чем-то похоже на Мозберг. И блестит так, как будто оно сталь, так что неплохо. Ну, там какой-то пацан стрелял, меня не мог убить, наверное, полярец венка играет. Кстати, ребят, я не знаю, замутить сегодня стрим или нет. Напишите в комментах, ставьте лайк. Посмотрим по лайкам, по просмотрам. То есть, замутить стрим или нет. Ну, в общем, все, посмотрим, друзья. И замутим или нет, посмотрим. Может быть, даже на сервере Чарли. Ну, друзья, посмотрим все. А, что-то еще я хотел сказать, но немножко подзабыл. Ну, видите, вот просто... Стой ты. Вот сдалека, вот видали, да, вот сдалека... О, нет, в принципе, убили. Но это где-то 4 патрона. У него скорострелинность бешеная просто. Ну, от бедра, ребят, как-то поэффективнее убивается, на самом деле. Мне больше понравилось. Также ждите еще несколько видео с ПТС. Я тут заснял парочку классных видео. Скоро, друзья, все будет. Вот, всякие худы тут поменялись. А вот почему они делают вообще новым оружием такие длинные названия? То есть... Не, ладно, мы их там сокращаем. Да, там, Калаш. Хотя АК-103 особо не длинное название. Но я имею в виду ДСА-СА-СА-СПР. Или как оно там называется? Мы ее как-то... Я не знаю, как мы ее называем. Я ее просто ДСА называю. АМП-ДСР-1. Ну, такие вот названия, знаете, которые, ну, не особо хорошо запоминаются. Мне кажется, назвали бы... Ну, как-нибудь по сокращению. Пофиг, что она в реалии по-другому называется. Какая нахер разница? Хотя, фиг его знает. Может быть, это имеет какую-то долю смысла. Но игроки плохо запоминают это оружие. Но, в принципе, это оружие они могут запомнить как Даша. И называть его Даша. Хотя оружие Даша... Как-то по-гейски звучит, серьезно. Не знаю почему, но мне это как-то ассоциируется с этим делом. Даша, оружие... Ну, это как-то не особо. Ну, вообще, Дарья. Можно Дарья называть. Дарья. Чуть-то не особо. Ну, в общем, как-то так, друзья. Ждите стрима. Посмотрим, короче, все. Новых видосов ОПТСки. И всего такого. Не забудьте подписаться на канал. Поставить лайкос на этот ролик. Вступить в группу ВКонтакте. Подписываться на меня ВКонтакте. Также не забывайте про мой второй канал. Все на это дело. Есть ссылки в описании. Спасибо большое за просмотр. А с вами был Серега. Увидимся в новых роликах, друзья. Всем удачи и всем пока.